Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Она смогла преодолеть барьер первого раунда римского турнира. Она проиграла Анне Иванович из Сербии дважды с одинаковым счетом 4-6. А вот Дарья Касаткина сыграла с Каролиной Плишковой из Чехии. Более удачный результат по очкам такой же, но только в пользу Касаткиной 6-4. Соперница Самарчанки во втором раунде римского турнира определится после матча румынки Моники Нкулеску и колумбики Марианы Дуки Марина. Баскетбольная Самара финишировала в одном шаге от бронзовых медалей Суперлиги. Серия до трех побед с Пермской Пармой началась в Самаре. Тогда соперники обменялись победами, а вот игра в гостях у волжан не удалась. Итог – два подряд поражения. 74-86 и 66-86. В прошлом году Самара заняла пятое место. В этом сезоне серебряной медалью у Темпа из Ревды чемпион Суперлиги команда «Сахалин». Они победили в золотой серии со счетом 3-1. Куба Гагарина – главный клубный трофей континентальной хоккейной лиги впервые приехал в Тольятти. Увидеть его можно в среду в Лада-арене с 5 до 7 вечера. Презентует его тольяттинский галкипер, чемпион мира и двухкратный обладатель почетного трофея в составе магнитогорского металлурга Василий Кошечкин. Все желающие получат уникальную возможность сфотографироваться с кубком Гагарина и взять у Кошечкина автограф. До этого в Тольятти побывали Кубок Стэнли и Кубок Мира. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.